10 февраля – День памяти Александра Сергеевича Пушкина. В этот день, в 1837 году, поэта не стало. День смерти стал Днём памяти поэта. Праздником такой день назвать нельзя. Наоборот, эта памятная дата трагична. Этот день – дань памяти великому поэту. Александр Сергеевич Пушкин. Впервые мы знакомимся с этим писателем в детстве. Потом изучаем в школе и проносим его творчество через всю свою жизнь. «Пушкин – это наше всё», – сказал как-то ещё один русский поэт Аполлон Григорьев. В честь Александра Сергеевича названы улицы и площади нашей страны. Его имя носят институты, театры, библиотеки. В детском саду номер три в подготовительной группе юные славянцы уже знакомы с поэзией Александра Пушкина. Малыши только недавно научились ходить и ещё плохо разговаривают. Но стихи великого писателя у них, что называется, отскакивают от зубов. Отрывок из поэмы Русланы Людмила Влад Форошкин, говорит, учил около года. Помогали ему в этом родители. Рука моря, дуб зелёный, золотая, тщет на дубе дом, и днём, и ночью. Кот учёный всё ходит по цепи кругу, идёт направо, песни заводит, налево, сказки говорит. Там чудеса, там лещи бродят, русалка на ветвях сидит, на невиданных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Дошкалята рассказали нашей съёмочной группе всё, что знают о творчестве великого русского писателя. Я знаю, что Пушкин писал сказку о золотом петушке. Там мне понравился золотой петушок, потому что он хороший и дружелюбный. Пушкин – это великий писатель. Он писал стихи, сказки о золотой рыбке, о рыбаке и рыбке, о царе Салтане. Среди школьников также нашлось много поклонников творчества писателя. А некоторые из них хорошо знакомы не только с его произведениями, но и биографией. Он писал много разных великих стихотворений, поэм, сказок. Я даже наизу знаю его стихотворение «Узник». Сижу за решёткой в темнице сырой, сканоле неволе орёл молодой. Но грустный товарищ махая крылом, кровавую пищу клюёт под окном. Клюёт и бросает, и смотрит в окно, как будто со мной задумал одно. Александр Сергеевич Пушкин учился в лицее в Санкт-Петербурге. Его там очень любили. У него было очень много друзей. Он очень трудно сдавал экзамены. В детстве за ним ухаживала няня. Он её очень сильно любил. И написал ей стих специально для неё. В нашей стране Александр Пушкин и его творчество известны каждому человеку – и взрослому, и ребёнку. Пушкин для нас не просто величайший русский поэт, а ещё и человек, который внёс большой вклад в преобразование русского языка и культуры в целом. И для многих он до сих пор жив. Ведь память о нём бессмертна.